Чтобы решить данное уравнение, разделим его левую и правую части на косинус квадрат альфа. При этом косинус квадрат альфа не должен быть равен нулю. В итоге получаем выражение а синус квадрат альфа деленное на косинус квадрат альфа плюс b синус альфа на косинус альфа деленное на косинус квадрат альфа плюс c косинус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. равняется 0 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа это тангенс квадрат альфа синус, умноженный на косинус и деленный на косинус квадрат альфа будет равен тангенс альфа так как косинус альфа и квадрат сокращаются остается синус альфа на косинус альфа косинус квадрат альфа на косинус квадрат альфа дает единицу в итоге имеем А тангенс квадрат альфа плюс Б тангенс альфа плюс С равняется 0. И сделаем замену, что тангенс альфа равняется М. Тогда итоговое выражение можно записать в виде квадратного уравнения. АМ квадрат плюс БМ плюс С равняется 0. Решение квадратного уравнения будем искать через дискриминант. Как известно, дискриминант равен Б квадрат минус 4АС. И если дискриминанта больше нуля, то получаем два действительных корня. М1 будет равен минус Б плюс корень квадратный из дискриминанта, деленный на 2А. И второе, М2, равняется минус Б минус корень квадратный из дискриминанта на 2А. И соответственно, тангенс альфа будет равен минус Б плюс корень квадратный из дискриминанта, деленный на 2А. А тангенс альфа-2 будет равен минус Б минус корень квадратный Б квадрат минус 4АС, деленный на 2А. Итоговое решение для этого случая будет альфа-1 равняется арктангенс минус Б плюс корень квадратный. Б квадратный б квадратный минус 4АС, деленный на 2А, плюс ПН, где Н принадлежит З. И второе решение альфа-2 будет равно арктангенс минус Б минус корень квадратный Б в квадрате минус 4АС, деленный на 2А, плюс ПН, где Н также принадлежит З. Здесь используется период ПН, так как тангенс повторяется через каждые ПН радиан. Второе. Если дискриминант равен нулю, то в этом случае квадратное уравнение будет иметь один действительный корень, который равен М минус Б, деленный на 2А. В этом случае тангенс альфа будет равен минус Б на 2А и соответственно ответ альфа-арктангенс от минус Б на 2А плюс ПН, где Н также принадлежит З. Если же дискриминант будет равен меньше нуля, то в этом случае уравнение не имеет действительных корней, а значит и исходное уравнение также не имеет решения. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...